приветствую вас на канале кошмастер и вновь у нас выходит новый интересный мастер-класс в этот раз из пяти звезд я ему поставлю 4 по сложности так как данная сумка довольно таки сложная и но если вы будете использовать данный мастер-класс и выкройки которые может приобрести по ссылке ниже то вы в принципе сможете сделать данную модель сумки для этого также вам понадобится еще и швейная машина что представляет собой данная сумка это так называемая сумка кросс боди или кросс боди их называют для переноски повседневных вещей небольшая сумочка в которую можно положить какие-либо небольшие бумаги небольшие вещи документы различные рода другие вещи которые у вас используются в повседневной жизни что она из себя представляет на передней части сумки у нас на передней стенке имеется карман на молнии металлической которым открывается 10 небольшой угловой кармашек куда можно например положить ключи либо например насыпать мелочь далее основной отдел сумки открывается при помощи кнопки вот этой пряжка сделано здесь больше для декоративных целей для украшения открываем и попадаем основной отдел здесь у нас имеется скрытый карман сюда можно положить также какие-либо вещи он полностью кожаный без подклада полностью кожа далее основное отделение закрывается на молнию металлическую открываем его и попадаем во внутрь сумки несмотря на свою небольшой размер и свой компактный размер и небольшой вес в данную сумку можно положить довольно таки много вещей например сюда можно положить планшет небольшой сотовый телефон смартфон либо какие-либо документы и вещи также предусмотрен отдельный вот кармашек для особо важных вещей которые всегда должны быть у вас под рукой кроме того прошу обратить внимание что данная сумка довольно таки вытянутая по своей длине и тут также продолжается все еще сумка и сюда можно положить какие-либо другие вещи например бутылку из-под пепси колы ну или не пепси колы в зависимости от того то чего носит она прекрасно сюда входит и сумка закроется и вы спокойно сможете с ней ходить отдел этот скрывается у нас на молнию и на кнопочку вот так далее смотрим что у нас с обратной стороны сумки с обратной стороны сумки у нас также имеется карман довольно таки объемный сюда можно положить наиболее часто используемые вещи например кто курит можно положить сигареты зажигалку или еще что-то вот сюда вот бросить в этот карман далее ремень у нас выполнен с регулятором он наверху крепится на вот такую вот металлическую рамку регулятор то есть по длине и на обратной стороне ремня на другой стороне ремня имеется карабинчик для того чтобы можно было зацепить его как с правой так и с левой стороны зависимости от того как вам удобнее носить левша вы или правша сумку очень удобно носить например за спиной или например на груди либо просто носить ее через плечо смотрится она очень довольно таки стильно и брутальный вот такая вот интересная модель к выполнена она у нас полностью из кожи используется кожа pull up крс а также крест крест вот такая вот интересная сумочка для изготовления данной сумки вам потребуется в первую очередь это лик выкройки которые состоят из 29 лекал в них подробно расчерчены все отверстия которые необходимо сделать кожу все формы деталей центры найдены и кроме того кроме кожи детали кожи там также имеются и детали подклада все детали которые присутствуют данной сумки присутствуют и в этих самых выкройках выкройки вы можете приобрести по ссылке которая указана внизу под данным видео в описании теперь перейдем к материалам из материалов для изготовления сумки потребуется 2 2 разных вида кожи я взял pull up толщиной 1 и 2 миллиметра с покрытием вот такой красивый пулапчик он при изгибании светлеет и на нем такие интересные складочки появляются а также крест толщиной полтора миллиметра черного цвета для подклада я использую вывод подкладочную ткань это оксфорд тонкий расход кожи первого типа основной кожи коричневый у меня составил это чисто я вам расход называю к этому чистому расходу прибавляйте процентов 20 которые уйдут на обрезки на вырезание различных деталей на обход каких-либо дефектов на кожу ну и на прочие припуски которые могут у вас вдруг случится кожи так как кожа все-таки материал не как ткань погонными метрами идет а шкурами и так первой кожи по лапу у меня ушло примерно 43 дециметра красота ушло примерно 3 дециметра ну и ткани я также посчитал дециметрах потому что потому как я не знаю ширину той ткани как которая у вас имеется в наличии и в дециметрах у меня получилось 46 дециметров вот этой подкладочной ткани это вместе с окантовками с подкладами карманов ну в общем весь подклад который есть данной сумке из инструмента вам потребуется во первых швейная машинка с двойным или тройным продвижением для тяжелых материалов можно конечно попробовать пошить данную сумку и ручную но это будет очень долго далее ножницы по коже ножницы по ткани маркер для разметки кожи и ткани далее линейка револьверный пробойник ролик для прикатывания клея молоточек заготовочный я также использую придавливание тех мест где у меня производится склейка далее установщик пресс или пресс или установщики фурнитуры необходимо будет установщик установщики кнопка кнопок кольцевого типа и установщики холнитенов далее пробойник под пряжку чтобы сделать отверстие для язычка пряжки зажимы канцелярские такие вот нож брусовочный для сбрусовывания и нож косяк для изготовления данной модели сумки вам потребуется следующая фурнитура это пряжка роликовая шириной 32 миллиметра далее кнопка кольцевого типа диаметром 15 миллиметров молния номер 5 металлическая длину нам надо будет 70 сантиметров в общей сложности далее бегунки для молнии 2 штуки номер 5 молнии полукольца шириной 20 миллиметров две штуки 3 холнитена диаметром 9 миллиметров и 4 холнитена диаметром 5 миллиметров холнитена я использую двухсторонние карабин шириной 32 миллиметра лента для усиления ремня длиной 140 сантиметров и шириной 3 сантиметра скотч двухсторонний для приклеивания детали шириной 5 миллиметров и 7 миллиметров шить мы сумку будем нитками двумя два цвета это нитки номер 20 особо прочный для кожи вот такого цвета как он не знаю цвет называется соломенный или как и черного цвета для подклада также номер 20 вот что касаемо фурнитуры для данной сумки ну что ж приступим после того как вы получили и подготовили выкройки у вас должно получиться примерно следующее вот столько выкройек я рекомендую сразу же отдельно мелкие выкройки заколоть на канцелярский зажим отдельно которые маленькие а крупные отдельно чтобы вам потом когда вы копались выкройках чего-нибудь с этих с этих выкройкой не потерять каких-либо лекал так ну и теперь мы начинаем непосредственно разметку на коже прикладывая выкройки вы размечаете детали на коже используя ручку я уже разметил при этом старайтесь обходить те участки которые имеются которых имеются дефекты вот например у меня тут дырочка есть где-то замятие слишком большой складки я стараюсь эти участки обходить вот тут видите тоже небольшое замятие я эти участки обхожу чтобы но в то же время нужно стараться наиболее эффективно использовать кожу чтобы как можно меньше получалось отходов после того как вы разметили на коже выкройки берем ножницы по коже и дисковый нож с линейкой и начинаем вырезать выкройки я тех места где у меня имеются закругления режу ножницами там где у меня прямые линии я режу резаком дисковым ножом по коже чтобы как можно ровнее вырезать выкройку после того как вы вырежете все детали из кожи у вас должно получиться примерно следующие в данной сумке у меня будет использоваться два вида кожи это pull up вот такой вот коричневый темно-коричневый и черный красный я буду использовать при этом детали подклады я сейчас не вырезала кого нам не нужен поэтому лишних деталей я не делаю потом это все не потерять использовать какую-нибудь коробочку чтобы вам не потерять детали складываем все это в коробочку не забудьте стереть на ручку пасту который вы отмечали потому что потом на готовом изделии терять не очень красиво и хорошо получается и пока убираю pull up в коробку и займемся пока деталями из красота просто красота я не хочу ставить я буду его немножко обрабатывать буду использовать также химию от кендо фарбан гордыния и обработаю все детали из красота этой химией этим кремом чтобы придать им более красивый вид после того как мы вшили молнию карман на молнии на переднюю часть сумки продолжим работу с этой деталью на этой детали также у нас предусмотрено место под клеймо мастера и необходимо будет поставить сюда пряжку и ремень а также подогнуть по верху данную деталь так пришивать мы его будем вот сюда так чтобы не было острых углов я сделаю сейчас скругление использую торцовщик самый маленький чтобы зафиксировать ее для прошивки я также буду использовать обычный скотч двухсторонний то есть на сумках я всегда использую двухсторонний скотч для того чтобы зафиксировать предварительно деталь я не пользуюсь клеем потому что клей надо намазывать надо ждать скотчем же детали фиксируются довольно таки хорошо и затем прошиваются на машинке получилось вот следующие приближу покажу чтобы красиво выглядит вот что у нас получилось нужно использовать детали 16 17 и 18 при этом детали 17 у нас в двух экземпляров выполнено для того чтобы сделать потолще этот самый ремешок и закрыть на бахтарму так на детали 17 у меня на выкройке есть отверстие перенесите также его на кожу и пробейте и будем его пробивать так первое что необходимо сделать это нанести клей на детали номер 17 у нас будет использована пряжка но она больше будет нести декоративную функцию для красоты так как у нас вся фурнитура под латунь то соответственно кнопки пряжки полукольца молнии все это делаем под латуни даже цвет нитки у меня как-то сочетается с этим цветом фурнитуры так что нам нужно сделать нам нужно сюда вот закрепить пряжку здесь это каким-либо то образом прикрепить к сумке скорее всего будем на прошивку прикреплять и продеть на ремень в эту самую пряжку давайте приступим так также я на моих выкройках это деталь номер 16 будет отмечено отверстие то есть где должно быть на этой детали отверстие я проделываю при помощи фигурных торцовщиков пробойников вернее неправильно сказал у меня есть набор кстати который можно приобрести в группе сундукожевника как и все остальные инструменты и сейчас мы его проделаем пробили мы отверстие для пряжки посмотрим как это будет выглядеть все сейчас вставляем сюда язычок пряжки и и вот так вот это отлично все выглядит сейчас мы также склеим по краю используя клей этот который я все время пользуюсь и можно в принципе уже будет подшивать на сумку пока это подсыхает деталь берем детали номер 17 и склеиваем они как раз у нас уже подошли к этому моменту и клей убираем при помощи эластика для стирания клея данную деталь мы сейчас прошьем на машине теперь берем револьверный пробойник после прошивки и пробиваем отверстие для установки кнопки так как пряжка будет нести чисто декоративную функцию закрывание и открывание накладного кармана вот это который мы с вами сейчас делаем будет осуществляться при помощи кнопки две ну или три скрепки в принципе можно поставить края скрепок хорошенько загнуть вот три скрепки это надежно позволит закрепить данный ремешок не на одно она целых три смотрим как будет стоять шлевка вот таким вот образом все равно это вот это место и его видно не будет она будет скрыта под пряжкой и сюда будет вталкиваться у нас таким вот образом ремешок необходимо будет нам взять деталь номер 12 который мы с вами с работы и с обратной стороны отступив 7 миллиметров от края сделать линии потом сделать брусовку вот что у нас получается в итоге наши всей этой подгибки теперь нам необходимо сюда пришить пряжку потому что снизу у нас на детали номер 12 будет деталь номер 24 и чтоб шов у нас не вылазил с обратной стороны так мы будем ее приклеивать чтобы шов вот тут от пряжки не вылез мы ее пришьем вот на эту деталь на деталь номер 12 после того как пришили пряжку вот что получилось теперь берем деталь 12 и деталь 24 и по краям детали номер 12 и по краям детали 24 наносим клей причем клей на деталь номер 24 можно нанести вот примерно вот так вот на 12 вот примерно вот посюда чтобы на вот этот вот это вот место зафиксировать на клей после того как пристрочили на строчным швом данную деталь и приклеили вот что у нас получается теперь нужно взять ножницы по кожи и как можно ближе к краю детали номер 12 обрезать деталь номер 24 вот таким вот образом я обработал данный кармашек накладной который будет накладываться сумке ну можно сказать что это передняя стенка беру детали 2 и 3 это наш задний карман и мы сейчас также будем обрабатывать тут необходимо что сделать необходимо будет подвернуть ну во первых отметить один сантиметр поверху кармана с обратной стороны стороны бахтармы и брусую вот эту часть и уголки здесь так деталь 5 и 23 вот таким образом это все выглядит и теперь давайте сделаем данный карман то есть что нужно сделать данном кармане это обработать вот эту вот кромку что когда вы вошвете его сумку она у вас не махратилась не осыпалась для этого используется кусочек кожи и я буду использовать наш любимый двухсторонний скотч задний карман у нас будет с подкладом все путем все было красиво вот что у нас получилось и также по краю сейчас пустим строчку после того как мы с вами пошили карманы на машинке у нас должно получиться примерно следующее внутренний карман с подкладочной ткани с окантовкой кожи задний карман также подкладка с другой стороны с лицевой стороны кожа и также прошиваю прошита и наружнее также карман деталь стенка карман можно сказать вот такого вида ну и также у нас ремешок имеется который будет застегиваться пряжка эти детали пока мы откладываем теперь подготавливаем другие детали для дальнейшей сборки сумки а именно крепление ремня который будет через плечо крепление его к сумке нижней части сумки для этого возьмем детали 22 их у нас 4 штучки и деталь 20 их у нас 2 и и нам будет необходимо проклеить деталь 22 вот так вот сложив их вектор мой таким вот образом и ставив сюда деталь номер 20 туда куда будет у нас крепится полу кольцо а к нему уже будет крепиться карабин а карабина будет крепиться ремень а сумка ремень будет у вас через плечо вот таким вот образом будет у нас происходить все это дело для того чтобы прикрепить эту деталь 20 номер необходимо сбрусовать по краям ее чтобы легче было нам приклеивать и чтобы не было здесь бугорка переката мы ее брусуем и 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 почти все мелкие детали мы с вами собрали вот я прошил уголки для крепления ремня с полукольцами теперь займемся непосредственно сборкой сумки единственная мелкая деталь которую нам осталось это крепление еще и я имею через плечо к верху сумки но это мы сделать будем потом берем деталь 6 берем деталь 8 берем скотч и по краям этих деталей по периметру их проклеиваем все это дело скотчем после того как проклеили детали номер 6 и 8 находим на подкладе размеченные наши детали номер 9 и номер 7 и сейчас будем приклеивать подклад для этого я убираю скотч время скотча защиту скотча стороннего и по контуру детали номер 9 я прикладываю деталь номер 8 образом стараясь так сказать попасть в нее и обрезаю прям по контуру кожи подклад и вот что у нас получилось с одной стороны у нас кожа другой стороны у нас подклад то же самое проделываем с деталью номер 6 и 7 после того как вы приклеили подклад то есть детали 7 детали номер 6 нам необходимо сюда будет вшить и вклеить молнию для этих целей мы используем такую же молнию номер 5 длин длина молнии у меня указано выкройках которые вы получили мол не необходимо разъединить на две части и затем когда будете разъединять поставьте стрелочку в том направлении в котором у вас закрывается молния вот сюда у меня в эту сторону будет закрываться вот наоборот открываться вот стрелочку наставить здесь с края поставил все равно не будет видно когда будет шить и затем мы прикладываем молнию таким вот образом чтобы она открывалась у нас против часовой стрелки одну часть мы убираем вот эту часть мы приклеиваем металлической части молнию наружу они вовнутрь по вот этому вот проему для этих целей используем двухсторонний скотч особого внимания при склейке молнии уделите вот этим вот закруглением чтобы тут у вас молния легла как можно красивее я сначала вклеиваю по бокам и и потом центр вот такими небольшими складками по углам необходимо вклеить молнию вклеили теперь необходимо вот эту часть окантовать технологии окантовки у меня будет вынесена отдельным файлом чтобы постоянно не включать ее в мастер-классы а отдельно выделить ее чтобы вы могли отдельно ее посмотреть и использовать окантовывать мы будем используя ленту окантовочную которую я буду вырезать из подклада она будет той же самой длины какая у нас длина и молнии можно ее даже чуть-чуть немного увеличить сантиметров на 5 скалыча останется чтоб ее точно хватило ширина окантовочной ленты и длина ее у меня есть выкройках это будет у нас деталь номер 25 теперь закрываем молнию соединяем две части таким вот образом как она у нас должна будет быть на сумке так далее вот это место необходимо будет сейчас зашить закрепить чтоб молния не растягивалась и затем потом взять деталь номер восемь и лицевыми сторонами вот так вот приложив прошить и затем этот участок необходимо будет окантовать с одной стороны и то же самое сделать с другой стороны также прикладываем лицевыми сторонами уже обратную сторону детали другую вернее сторону детали номер восемь прошиваем и окантовываем после того как прошили и окантовали этот узел вот что должно в принципе получиться у нас здесь я прошил обычной ниткой то есть верхняя нитка у меня светлая нижняя у меня темная я соединил эти две детали получил вот такой вот узел это получается у нас ботан и ну получается верхний по сути нижний ботан среди не соединились соединен между собой здесь также прострочил здесь окантовал и подогнул получается подгибка у меня идет вниз то есть вот этот нижний ботан он с как бы сверху находит на на верхний ботан вот что получили так теперь самое наверное сложно в этой сумке это собрать ее до конца нам нужно соединить вот это вот этот узел сумки и то что мы с вами получили то есть это получается стенка лицевая она же выполняет роль кармана нам ее нужно соединить используя то есть сначала вот сюда прикрыли пришиваем вот эту штуку сверху пришивается вот эта штука так что нужно сделать во первых необходимо разметить центр найти найдите центр по низу мне на каждой детали где-то нужны центры отмечены вот центр и найдите центр вот по этому паспорт по батану внизу центр я также отметил так это первое что нужно сделать далее берем деталь это у нас номер 10 и подкладочная номер 11 и нам необходимо приклеить подклад подкладку на данную деталь не забыть иначе потом будет это дело сделать невозможно уже не разобрав пол сумки так теперь мы должны деталь номер 10 пристыковать к ботану верхнему и нижнему и сверху еще на него наложить вот этот вот узел собранный с вами во первых необходимо расстегнуть молнию чтобы легче нам было ее здесь устанавливать далее эта деталь деталь номер 10 будет крепиться вот этой собранной нами передней стенке также при помощи скотча но будет крепиться на вот до этих мест образовывая тем самым как бы карман дополнительный ну это получается скрытый карман сумки то есть так вот если сумка будет расстегнута можно будет запихать руку и что-нибудь положить я рекомендую кроме скотча также использовать канцелярские зажимы такого типа маленькие так как скотч такая штука что сегодня сейчас он держит через полчаса он может отвалиться а канцелярские зажимы будут у вас держать пока вы не прошьете и в процессе прошивки я у меня мало того что держит скотч у меня еще держат эти зажимы сумку те места где у меня проклеена и когда я прошиваю я постепенно убираю зажимы постепенно их убираю тем самым у меня получается деталь надежно фиксирована и не съезжает что очень важно иначе если она съедет вот здесь смотрите внимательно молния молнию также клеим поэтому я ее расстегнул так пока до сюда дошли перед другой стороны начнем также не жалейте этих зажимов купить их сразу пару пачек они в канцелярских товаров продаются так вот здесь вот такой момент необходимо молнию вернее эту штуку вывернуть сюда язычок отогнуть а молния она как шла она так и должна у нас у тут идти на просто должна пройти по стыку это тут важный момент тоже довольно таки видите как сделал вот она прошла по стыку это в принципе на самая сложная часть в этой сумке состыковать так с этой стороны поделали давайте и очень важно иметь точную выкройку так как на глаз и вот и такие детали соединить крайне сложно у вас должно все в прям три тырочку подходить чтоб не было лишних зазоров на молнии не оставалось и оставалась лишняя длина все должно у вас сойтись в притирочку как у меня сейчас все сходится так как например если кожа будет меньше чем обычно вы хоть немножко потянуть сможете это это тоже не есть хорошо вот если ткани не будет хватать ничего уже не потянете так вот что у нас получилось вот такой вот бутерброд с одной стороны это выглядит вот таким вот образом наш карман тут с другой стороны таким вот образом после того как окантовали ботан и переднюю стенку вот что у нас получилось все красивенько окантована как производить окантовку я ссылку обязательно вам дам всем тем кто приобрел данную выкройку видео будет показано каким образом провести окантовку не имея окантовывателя так на швейной машинке теперь давайте выворачивать эту деталь и посмотрим что у нас получилось так вывернули ну вот уже более-менее на сумку что-то похожее получается закроем карман так закрыли молнию обшито красиво все нормально и здесь у нас также есть карман тут карман карман внутри внутри отдельно внутри сумки и передней стороны также карман вот пока что у нас получилось чтобы соединить заднюю стенку и ботан необходимо сначала сделать крепление для ремня которая будет идти через плечо чтобы сделать это крепление нам необходимо отметить отверстие где будет установлено данное крепление она будет установлена вот здесь так это у нас деталь номер 19 и так же подготовьте деталь номер 28 это усилитель с обратной стороны мы будем ставить усилитель и данная деталь будет крепиться на двух холнитенах также необходимо не забыть поставить на вот эту деталь кнопку кольцевого типа перед установкой сюда ее на холнитены где находится кнопка я также отмечу на выкройке то есть у нас будет закрываться здесь на кнопку наша сумка кнопка будет установлена вот примерно в этом месте я сейчас все отмечу затем здесь у нас будет идти пряжка и получается что пряжка будет выполнять декоративную функцию я обработал деталь номер 19 старцевал у нее края пробил отверстие отверстие по выкройке поликалу отверстие под кнопку отверстие под холнитены и поставил обратную часть кнопки кольцевого типа на эту детальку также я подготовил детали номер 28 это так называемый усилители холнитенов которая буду крепить с обратной стороны детали куда будет ставится холнитены то есть я вот пробил отверстие детали номер 6 и можно сюда теперь капнуть клея установить усилитель до обратить такое внимание что отверстие нужно пробивать непосредственно в коже в ткани пробивать отверстие не нужно иначе вас потом может подклад начать рваться поэтому я пробил в коже отверстие и теперь нанеся немного клея так чтобы не жалею вот так чтоб маленько прихватить я буду с обратной стороны приклеивать при этом отверстие под холнитены совмещайте теперь подготавливаем заднюю стенку к пришиву в них сборки сумки для этого на задней стенке нам нужно отметить отверстие под холнитены где будет у нас крепится верхний ремень берем выкройку прикладываем и по дырочкам которые на этой выкройке есть отмечаем отверстие наносим клей совмещаем по отверстие и придавливаем так усилитель мы приклеили теперь необходимо взять деталь номер четыре вы ее не до конца должны были вырезать вот она у меня таким вот образом это подклад и также нанеся скотч по периметру детали номер один приклеиваем ее к детали номер 4 убираем скотч и приклеиваем подклад берем наш собранный узел уже виде половинки сумки и продев вот сюда рамку вот так вот прикрепляем обратную часть на холнитены так все наши холнитены поставлю обратно приклеиваем как был подклад осторожно чтобы не бугрился у вас на скотч так все теперь необходимо собрать нашу сумку сшив все эти половинки сделать бутерброд прошить и окантовать мы затем сумку останется только вывернуть и она будет готова перед началом сборки окончательной перед прошивкой открываем обязательно молнию иначе потом будет очень сложно и долго ее открывать когда вы уже сошьете вам нужно будет вывернуть сумку их начинаем собирать смотрим шо куда у нас идет вот этот вот карман задний идет у нас сюда берем скотч и сразу приклеиваем совмещаем центры которые есть на деталях и приклеиваем вот его приклеил все задний карман у нас приклеен теперь внутренний карман сразу приклеим чтобы не забыть иначе можно его тоже забыть приклеить такой вот у нас кармашек тут внутри сумки так карманы вроде собрали приклеили по крайней мере так нужно будет полностью проклеивать и собирать сумку так ну во первых давайте приклеим эти удержатели смотрите их клеим там где у нас заканчивается шов между ботаном и верхним и нижним ботаном получается мы его вклеиваем самое главное еще вклеить правильно смотрите чтобы не ошибиться полукольца должны быть направлены вверх сумки а сам около полу кольцо должно идти вовнутрь так вот с одной стороны и с другой стороны также берем скотч опять и опять по краю задней стенки полностью по периметру проклеиваем для того чтобы соединить две части сумки будем склеивать используете также канцелярские зажимы для проклейки для фиксации надежно и потом когда вы шлете постепенно их убираете чтобы у вас детали не разъехались групп относительно друга особо внимательно внимание обратите вот на этот момент чтобы нам вот эту по рамку во внутрь загнуть так нажимаете загинаете и потом только проклеиваете а не так чтобы у вас вот так вот получилось чтобы вы потом не прошили тут так убираем скотч вернее защитный слой на скотче убираем 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 у меня бумаги то лишний выбрасываем и еще раз смотрим центра отмечаем центра и склеиваем используем канцелярские зажимы центр к центру начинайте от центра и в разные стороны чтобы у вас не было перекоса после того как вы все соедините этот бутерброд у вас должно получиться вот примерно следующий то есть я все края соединил при помощи зажимов канцелярских и меня получилось следующая деталь теперь необходимо ее прошить а затем окантовать и так после окантовки по краю у нас получается следующий следующего вида окантовочка вот здесь окантована было мне полностью и вот что получается то есть найти начало и конец окантовочной ленты практически невозможно хотя он есть вот здесь вот начинается заканчивается внизу мне окантовка здесь по верху все красивенько прошиты никакие нитки не торчат и торчать не будут полностью закрыт урез после того как пошили вывернули сумку получается следующие виды изделия так сейчас внутри покажу как у меня тут все сделано внутри у нас все красиво окантована как вы видите молнии окантована окантованы ботан кантован верхний нижний все красиво подклад здесь у нас продолжается сумка так карман все пришита красиво задний карман крепление все на своем месте где и должно быть так застегнем но это еще не все теперь необходимо пробить отверстие на на ремешке на котором стоит у нас кнопка отверстие пробивается по тому лекалу которые имеются в выкройке самому ничего придумывать вам не нужно они уже все рассчитаны и застегнуть данный декоративный элемент пряжечку застегиваем а тут у нас будет сумка застегиваться на кнопку так раз и застегнули и соответственно вот вы несете несете вот что-то нужно вы раз и открываете молнию либо не открываете молнию а пользуетесь внутренним карманом тут внутренний карман будет так так следующее что нужно будет нам сделать ада что я еще сделал я еще поставил вот в этом месте холнитен когда вывернул вот сюда чтобы закрепить рамку металлическую чтобы она тут не болталась так следующее что последнее что нужно будет сделать это сделать ремень для ношения сумки у нас есть две заготовки одна из них из кожи это у нас лекала номер 13 и по этому же самому лекалу я беру вот такую плотную ленту и нам необходимо будет используя эту ленту во первых ее пришить к коже вот так вот она будет прошита сначала мы ее приклеиваем на клей при не сначала мы приклеиваем на скотч затем прошиваем берем скотч для этих целей я возьму и буду использовать скотч 7 миллиметров чуть потолще можно даже сантиметровый если у вас имеется такой наличие чтобы предварительно зафиксировать эту ленту чтобы она у нас не ерзала процессе пришивания после того как прошили ремень вот что получается с одной и с другой стороны то есть пришили плотную ленту для того чтобы на ремень не тянулся со временем так как кожа имеет свойство тянуться если она прошита при помощи ленты то она будет прочнее прочнее и не будет тянуться далее берем деталь номер 13 то есть наш ремень и пробиваем отверстие на выкройке все отверстия размечены для того чтобы поставить регулятор длины ремня так и осталось лишь закрепить карабин вот таким вот так вот так карабин будет цепляться за одну из рамок вне держателей за один из держателей правый или левый и в сумку можно будет переносить вот что получилось у нас в итоге вот такая вот сумка ее можно носить как через плечо так и за спиной или наоборот на груди очень удобная небольшая сумочка в которой можно носить различные документы какие-то небольшие вещи которые постоянно вы используете собой сумка у нас имеет один карман спереди далее открывается здесь кнопочка здесь скрытый карман и основное отделение которым также имеется дополнительный кармашек закрывается основное отделение на кнопку сзади сумки также предусмотрен карман каких-либо вещей ремешок регулируется по длине может прицепляться как правому держателю нижнему так и к левому при помощи карабина так вот перецепляете и как вам удобно так и используете надеюсь данный мастер-класс вам понравился данная сумка конечно не совсем простая для новичков более продвинутые пользователи в принципе могут кожевники и сделать но все выкройки довольно таки подробные все подробно я показывал и объяснял в процессе изготовления сумки как каким образом ее делать и в итоге получилось вот такая вот красивая стильная и интересная вещь если вам понравилось данное видео обязательно поставьте классы кто еще не подписан подписывайтесь на канал в репостите это видео в соц сетях ну а с вами был канал кошмастер до новых интересных мастер-классов мастер-классов